Всем привет и добро пожаловать на канал. Как и обещала на прошлой неделе, сегодня говорим о марафоне. В мере, как вы помните, внезапно появились планы на лето. Вместо того, чтобы считать все, на что падает глаз и тянется рука, я решила поучаствовать в марафоне. Марафон называется «Фантастическое лето», и автор его Марго с канала «Margo and Red», и Алина с канала «Читать нельзя зажигать». Это второй сезон марафона, но я внялась только сейчас. В общем-то, в прошлом году у меня еще и канала не было. Я себе напланировала довольно-таки обширный список книг, и, кажется, я готова немножко отчитаться по прочитанному. Кстати, а из вас, смотрящих это видео, есть ли кто-то, кто участвует в марафоне, как буктюбер или просто как читатель, читающий для себя? Читаете ли вы по своему плану марафона, либо с кем-то из буктюберов книжки, которые вот как-то заявлены? Или хотя бы следите ли вы за этим марафоном на других каналах, например? Я читаю «Разнобой» и успела прочесть как несколько крупных форм, то есть романов, так и ряд повестей, о чем я, в общем-то, сейчас вам и расскажу. Давайте-ка начнем с классики, со Станислава Лема и его «Звездных дневников» Йона Тихого. Для тех, кто не в курсе, Йон Тихий — это космический путешественник-одиночка, который в своем корабле летает где-то между мирами, в космическом пространстве, взаимодействует как с другими людьми, до существ я, по крайней мере, не дошла, потому что я читала только одно из путешествий, так и с самим собой. В том смысле, что как раз-таки рассказ, читанный мною в рамках хронофантастики, седьмого его путешествия, собственно, этому и посвящен. Йон Тихий попадает в некую космическую аномалию, которая создает несколько временных рукавов, что ли, для него. И он, находясь на своем корабле, встречается с самим собой в разных точках своей личной временной линии. А так как это лем, то есть это уже такой своеобразный, ироничный, местами саркастический язык, с дополнительными какими-то смыслами, аллюзиями, иронией над какими-то явлениями, скажем так, плюс сама эта книга написана довольно своеобразно. Я не ренулась ее тут же дочитывать. И скажу, что я читала так же комфортно, как, например, Солярис. И, кстати, по интонациям, по авторскому стилю все-таки книги очень различаются. Солярис, я имею в виду, и вот «Звездные дневники» Йона Тихого. Тем не менее, это было довольно забавно. Главный герой сам с собой сражается, сам себя в чем-то убеждает, сам как-то в себе, скажем так, разочаровывается. И такой маленький спойлер. Где-то ближе к концу на корабле образуется очень много Йонов Тихих в разные возрастные периоды. И Йон-ребенок, Йон-подросток оказывается таким самым разумным и самым дельным. Четко решая вот возникшую у них-то в корабле проблему. Это любопытно. Чувствую удовольство с собой, как приобщилась к классике мировой фантастики. И стоит дочитать, конечно, но вот не прямо сейчас, потому что все-таки марафон поднимает очень много сил, а я бы хотела еще на какие-то темы, кроме фантастики и фэнтези и марафона, поснимать видео. Но это было любопытно. И это хронофантастика. Еще одним автором, который я брала в марафон, был Генри Картнер. Я уже говорила, что мне, в общем-то, нравится то, как он пишет, хотя я и не читала все его произведения. И я перечитывала Хогбинов. Читала давно и, честно, перечитала, поэтому, я думаю, вполне себе можно засчитать и в марафон. Хогбины – это своеобразное существо. Вроде бы люди, а вроде бы нет. Живущие неопределенно долго. Тут у них есть патриарх семьи, дедушка. Так вот, по словам главного героя, лица которого идут вот эти расканы, там несколько, дедушка вышел из Атлантидов. Так ли это, не так ли это? Или вот там с древних британских островов? Ну, вот сейчас уже сложно понять. Тем не менее, это очень своеобразное семейство с рядом суперспособностей, своеобразные выглядящие, которые не хотят ни мирового господства, ни денег, ни власти, ни славы, ни еще чего-нибудь такого, а просто тихонько жить где-то в провинции, и чтобы от них все отцепились. Такое не амбициозное, но могущественное семейство. Очень забавно, на самом деле, читая вот эти истории, собирать такой пазлописание этого семейства, потому что мы с ней встречаемся как с некими такими чудными обитателями американской провинции, и постепенно-постепенно, какими-то незначительными фразами, какими-то ремарками, какими-то обыденными, на взгляд, главного персонажа вещами, мы благодаря этому всему вдруг понимаем, что товарищи далеко не так просты и обыкновенно выглядящие. И мы постепенно собираем этот такой веселый пазл. Кроме специфической внешности и вот этих самых суперспособностей, хоппины очень вольно, что ли, обращаются с физикой этого мира. То есть они могут на коленке буквально собрать какой-нибудь ядерный реактор. Или в одной из историй главный герой, который ведет себя как такой подросток, что ли. Правда, ему некоторые дают лет 18, а ему намного больше. Но ведет он где-то лет на 16 такой. Так вот он собирает из санок и еще каких-то там проволочек устройство, которое помогает быстрее помогу сметану сквасить, чтобы мама, значит, могла что-то там приготовить. Есть соседи, обычные люди, не совсем обычные люди, часть которых как раз-таки пытается получить это самое мировое господство. И хоппины очень забавно решают эту проблему. Есть приезжий профессор, настойчиво, домогающийся вот этого семейства, и так и получающий свое включение в их среду. Но не совсем так, как он это планировал. Что любопытно, Катнер писал эти истории довольно давно на самом деле. По-моему, то ли середина прошлого века, то ли сороковые годы, я сейчас не вспомню, не соврать вам. При этом, несмотря на некоторую специфичность текста, и я не говорю там о абсурдности ситуации, персонажей и всего такого, в целом такая специфика от авторского языка и своеобразность, тем не менее нет ощущения, что это старый текст. Даже если мы считаем, скажем, Бероза или, например, Гарри Гаррисона и вот его современники, те, кто писал в 80-х, 90-х, особенно такая популярная боевая фантастика, все-таки чувствуется язык вот этого времени, вот этой эпохи. Я даже не знаю, как это точнее сформулировать, но чувствуется, что это текст вот примерно того периода. А с Катнером такого нету. То есть это какой-то такой универсальный текст, который, да, может кому-то понравиться, кому-то не понравится, но, тем не менее, определенную прелесть литературную он все-таки имеет. Все это читано мной в рамках юмористической фантастики, и так как до требуемых минимальных 100 страниц мне много не хватило, я прочитала еще и алмазную силку. Это тоже такая довольно забавная история о дядечке, который, честно о себе говорит, «Люблю демонстративность. В детстве у меня был дьявольский комплекс неполноценности, и теперь я его компенсирую. Замок я построила на показ, и штат прислуги мне тоже нужен на показ, и бизнес я свой введу из этих же соображений, и алмазная свинка ему тоже из этих соображений понадобилась». Свинка не свинка, не поросенок. Там история такая. Вот этот компенсирующий свои детские комплексы дядечка занимается производством алмазов. Но штука в том, что он не признается, собственно, в производстве. Это вроде как натуральные алмазы, вроде как добываемые алмазы. Тем они вроде как и цены. Если конкуренты и мировое сообщество прознают о том, что все это создаваемый продукт, то, естественно, алмазы упадут в цене. Поэтому надо держать марку, надо поддерживать легенду. Дяденьку грабят, и он придумывает такой хитрый план. Надо сделать некую механическую штуку, посмотреть на передвигающуюся, на которую разместить все его там собрание вот этих готовых уже алмазов, и сделать так, чтобы эта самая механическая штука могла себя каким-то образом защитить. Главный герой и его инженер, который, в общем-то, лично очень завязан в этой сей истории, придумывают такой ход. Свинка должна не нападать, защищаясь, а очень виртуозно убегать. Владец помпезного замка решает, что лучшей свинкой будет рыцарь. Золотой рыцарь, усыпанный алмазами. Искомый агрегат, робот такой, в общем-то, доставляется ему, отлично выполняет свою функцию, но человеческая жадность, беспринципность и отсутствие, в общем-то, совести у главного героя играют с ним закономерную шутку. И, в общем-то, что там произошло, я вам, естественно, не буду рассказывать, что он натворил, как он себя повел и к чему это привело. Закономерно тоже не буду рассказывать, но история такая забавная и в некоторой степени поучительная. К Катнеру я еще раз вернусь, но уже, наверное, в каком-то из следующих отчетов по марафону и с другой, естественно, историей. В качестве хронофантастики я выбрала книгу Терри Пратчета Дженни Бомбо. Прочитала книгу, она довольно небольшая, и записывая ее себе в список на лайфлипе, в прочитанное, я долистала до каких-то отзывов и обнаружила, что это третья книга истории о главном герое. То есть она, на самом деле, вполне себе цельная и соответствует заявленной теме хронофантастики. Но, тем не менее, это не первая история о главном герое. Это любопытная история. Главный герой – подросток, и основные действующие герои этой истории тоже подростки. При этом это история о Второй мировой войне в какой-то мере. Есть такой странный мальчик Джонни, не считающийся особо успешным и выдающимся. Есть его, вроде как, друзья, с которыми он ходит в школу, тоже такие дети кажутся своими проблемами. И эти дети находят тележку, которую с собой таскала местная нищенка в городке. Такая очень странная, вроде как, сумасшедшая даже старушка неопределенного возраста, которую все помнят. И она там где-то курсирует по городу, таская с собой эту тележку, какие-то большущие баулы, мешки на ней и очень агрессивного кота. Коты, кстати, у прачи-то периодически появляются, и тоже такие довольно активные и своеобразные персонажи. Очень самостоятельные, деловитые и не такие уж и добрые. Подростки случайно обнаруживают, что тележка непростая, и с ее помощью можно оказаться в прошлом. Они оказываются в своем же городке во времена Второй мировой войны в ключевой момент. Они знают, Джонни точнее знает, потому что он готовил в школе доклад, что в этот день, в этот вечер над городом была бомбардировка. Из-за непогоды, из-за грозы самолеты, которые летели и бомбить, я уж не помню, какое-то другое место, то ли город, то ли какую-то базу, сбросили эти бомбы на их городок. И пострадала какая-то главная улица, какое-то количество людей пострадало. И дети решают вмешаться, как-нибудь так поменять события, чтобы вроде как и не сильно что-то изменить, разделить, так сказать, временные потоки, но при этом помочь городу. История получилась не сказать, что прям героическая, но при этом довольно живая. То есть подростки, которые тебя даже в какой-то момент раздражают какими-то своими поступками или какими-то своими мыслями, при этом ведут себя вполне как подростки. И действия решений, которые они принимают, вполне себе, естественно, для их возраста. При этом какая-то такая и прачетовская история, не похожая на плоский мир, но скорее на какие-то другие его истории вне этого плоского мира. И какая-то такая немножко английская, рискну сказать. И при всем при этом, кроме основного сюжета, хватает места для раскрытия каких-то личных качеств того же Джонни, например. То есть получился какой-то такой, что ли, бытовой героизм. Вроде бы не масштабная какая-то героика, не масштабное свершение и решение. Но какие-то вещи, которые значимы для жителей города, значимы для персонажей. И они как-то обходятся со сложившимися обстоятельствами и проблемами. Я как человек, который читает прачета комфортно, мне вполне себе история зашла. Хотя вот и сюрпризом оказалось то, что это третья часть. Не знаю, может кому-то покажется скучно. Тут уж я не берусь предсказывать. В рамках марафона я прочитала рассказ, повесть, рассказ, наверное, скорее всего, Нила Геймана. Этюд в изумрудных тонах. Опять же пошла Найфли записывать, значит, в просчитанной, и обнаружила, что то, что я читала как рассказ, это комикс. И мне уже прям любопытно посмотреть, какие там иллюстрации, и как вот это в полной мере, полноценно, что ли, оформлено. История по своей форме своеобразна. Это, с одной стороны, ну, и по названию это очевидно, такая прямая отсылка Конан Дойлю и его этюду в «Багровых тонах». И сюжетно, вот к каркасам сюжетным оно действительно очень похоже какими-то там моментами в самой истории. И при этом это явно еще такой микс с лавкрафтом. Я лавкрафтовых книжек нечетамши, тем не менее, кто не знает, кто хует всей вот этой вселенной. Хоть чуть-чуть, хоть каким-то краем глаза, какими-то там, не знаю, мемами, отсылками, какими-то еще вещами, картинками что-то в голове оседает. У нас есть некий сыщик, который занимается расследованиями. Никто его не называет, себе Шерлоком Холмсом. У нас есть некий отставной военный с посттравматическим стрессовым расстройством, который вместе с сыщиком снимает квартиру. Никто его не называет Ватсона. И с этим моментом, вот Холмс, Ватсон, герои, антигерои, все вот эти тонкости, тоже есть такая любопытная геймановская игра. Почему-то она изумрудная, потому что тот, кто был убит, не человек. И тут уже мне несколько не хватает информации, либо текстовой, либо визуальной, потому как высшая аристократия Великобритании и, похоже, что остального мира, это некие существа, тело вкрафтовские, из неких там глубин. То есть некие странные, возможно, пугающие существа, которые сейчас держат мир, контролируют его, управляют им, имеют какие-то особые способности, в том числе королева Виктория. Мне она показалась кем-то вроде паучихи. И, да, есть те, кто не согласен вот с таким мироустройством. В общем-то, очень такая любопытная история, и тем любопытнее на нее посмотреть. Было бы интересно прям полистать, а то и купить, как мангу, как комикс. Следующую книжку я вам могу показать. «Волшебство на продажу» Диана Вен-Джонс. Я ее брала как юмористическая фэнтези, но, по большому счету, как героические какие-то истории, либо фантастика планетарная. В общем, что-то о планете, о мире, как в юмористическом, так и в героическом, так и вот в ряде других контекстов и тем марафона это к ним можно брать. «Волшебство на продажу» на самом деле это двухтомник. «Темный властелин Деркольма» первый роман, который я прочитала, о котором сейчас вам расскажу, а второй том это «Год Грифона». Я его еще не перечитывала, возможно, осенью перечитаю, потому как что-то я прям с удовольствием таким читала, комфортная и приятная история. Очень своеобразный мир. Некий дядечка, делец, вероятно, из нашего мира, использует магический такой, фэнтезийный мир как площадку-аттракцион. Он туда вломился с демоном в кармане, против которого не попрешь, кем бы ты ни был, волшебником, героем или еще кем-нибудь. Бои этого мира тоже молчат. И этот делец контролирует этот мир и как-то так безэмоционально, я бы сказала, деперсонализируя жителя этого мира, насаждая там свои правила. Есть прям цитата, и вот удивительно, с одной стороны, это юмористическая фэнтези, и такое легкое фэнтези, но есть крапления мимоходом, какие-то диалоги, какие-то фразы, какие-то сюжеты, которые делают эту книгу не такой уж развлекательной, не такой уж увеселительной, скажем так. Вот, например, человек этот, мистер Честни, вот как его зовут, совершенно искренне говорит своей дочери о жителях этого мира. Ну как ты не понимаешь, этот мир ненастоящий, они тут все ненастоящие. Они стали тем, кто есть лишь благодаря тому, что я превратила их мир в парк с аттракционами. Без контракта со мной они так и остались бы пустым местом, обычными дикарями из мира, которому повезло с магией. То есть человек на полном серьезе не понимает, что он меняет судьбы других людей, не только людей, там и прочих существ, без их разрешения, без их желания, причем меняет не просто, создавая неудобства, являясь в их дома, в их трактиры, болтаясь по их улицам и дорогам. Эти туристы иногда убивают местных жителей. Сам мистер Честни заставляет платить себе какие-то дополнительные налоги, то есть гномы ему должны принять все золото, и драконом он там буквально чуть-чуть выделяет, кто-то там еще чем-то должен платить всякими разными благами и ресурсами, которые он отлично реализует в своем мире. Эта часть остается как бы за кадром, но мы о ней тоже знаем, и вполне себе можем предположить, что там происходит. Более того, дядечка не только аттракционы устраивает, он еще и берет заказы на, скажем так, устранение некоторых туристов. То есть люди приходят, но кто-то из них остается, и местные жители тоже вынуждены решать, скажем так, эту проблему, решать за мистера Честни вот эти все заказы. Притом, насколько это обыденно звучит, когда герои фантастического, фэнтезийного мира принимают вот эти условия, не пытаясь ужасаться тому, что они вынуждены делать, тоже, в общем-то, градус юмористичности снижает, и при этом задумываешься о каких-то реалиях собственного мира, собственной какой-то обыденной жизни. В общем, ежегодно в этом мире, не по всей территории, но по всему континенту, в нескольких точках назначаются разные аттракционы. Где-то замок злого колдуна, где-то злобный, опять же, король, какие-то эльфы, какие-то разбойники, какая-то там волшебница, и более того, контракты, которые вручаются местным жителям, там все потрупно прописано, такое все очень нарочито стереотипное. Волшебники должны быть только мужчины, только бородатые. Женщина может быть в одной роли обольстительной чародейки. Такие-то существа должны вести себе так-то. Все эти тонкости прописываются. И местные жители должны разыгрывать для гостей из другого мира, для странников, как они их называют, и с участием этих самых странников какие-то битвы. Естественно, погибают не только странники, причем по заказу, но и местные жители, которых никто не считает. А кроме всего прочего, из условно нашего мира вот в этот фантастический еще и преступников засылают, всяких разных, из которых вот темную армию формируют, которых, в общем-то, тоже можно убивать. Что тоже вопрос этичности, мотивации, действий, как самого мистера Чесни, так и тех, кого он обязал вот в этом все участвовать, вызывает определенный интерес, определенные раздумья. Естественно, местные жители истощаются, и земля истощается, и у них там куча других проблем нарисовывается, и они ищут выход из этой ситуации. Араку предлагает такое своеобразное решение, назначить темным властелином первого попавшегося. И эта роль достается очень своеобразному волшебнику, которого зовут Дерк. Собственно, ластелин Деркольма это вот он. Он плевать хотел на своих коллег-магов, он с ними когда-то повздорил, потому что его научные, скажем так, магические интересы не принимались, серьезно не признавались, и он живет себе со своей семьей, со своими какими-то научными изысканиями вполне себе счастлив, а тут его увлекли, причем не только его, но и вся его семья оказалась включена. Очень любопытный персонаж. Вроде как он не самый приятный дядечка, где-то он бубнит, где-то он ведет себя как такой великовозрастный ребенок, какие-то недовольства проявляет, где-то он такой мало-деспотичный папенька, но при этом есть его дети, из которых люди только двое, биологические сын и дочь его и его жены, и пять гарифонов, которые он вывел самостоятельно, создав из клеток разных существ, в том числе вложив туда свои и своей женой клетки. Гарифоны говорящие, разумные и как-то магически одаренные, к неудовольствию папеньки. Смотрим выше его конфликты с местным магическим сообществом. Здесь есть куча других существ, то есть, в общем-то, интерес, трудовой интерес Дерка это создание новых существ или какая-то модификация. У них есть крылатые хрюшки, такие тоже очень милые и забавные существа. Есть неудачный проект платоядные овцы. Есть очень большая курица, они так ее зовут большая куша. Есть хитрые, вроде как даже разумные гуси, которые немножко принимали участие в истории. Есть любимый проект Дерка это летающая лошадь, то есть, есть кобыла, ну, вроде как обычная. Есть ее дочка крылатая, говорящая, сообразительная, любящая мать для своего жеребенка. И, собственно, это жеребенок, который более совершенен как летающая лошадь, более умный, но и вредный. Причем непреднамеренно вредный, ведущий себя как такой маленький, где-то шалящий, где-то вредничающий ребенок. И, в общем, куча-куча других каких-то еще существ. Естественно, мы имеем эльфов, гномов, драконов тоже разумных, ну, и человеческое сообщество. Мне нравится, как эта книжка написана. Мне нравится, как Диана Улин Джонс показывает нам вот эту своеобразную семью, какие-то отношения между ними, какие-то конфликты, какие-то старые детские воспоминания, такие, как, знаете, фотографии эмоционально насыщенные, то, как они как-то меняются, помогают друг другу, учатся иначе смотреть друг на друга, там, какие-то личные проблемы решают. Кто-то хочет заниматься омагией, кто-то хочет путешествовать, кто-то что-то новое о себе узнает. Там, у них, например, грифонша, которая готовит у них там дома. И вот ее вроде бы сиблинги воспринимают очень обыденно, а вот у нее оказываются какие-то таланты, являющиеся открытием вот для родственников. И параллельно, опять же, вот эта история с мистером Чесни, такая не самая радостная, юмористическая, есть еще параллельная история внутреннего такого предательства и, в общем-то, некоторой человеческой гнусности, когда герои узнают, что у них в мире не только есть вот эти игры, навязанные мистером Чесни, но и мир, жители мира несколько адаптировались к предложенному и тоже придумали такие гладиаторские, в общем-то, игры, в которые в каком-то моменте истории некоторые герои вынужденно принимают участие. Достаточно волшебных существ, кстати, можно будет ее упомянуть, если я соберусь еще что-нибудь о драконах снимать, потому что драконы тут таки есть. И тоже такие, с одной стороны, классические, но с другой стороны, любопытные. В общем, мир, при том, что ты его не назовешь глубоко проработанным, но при этом он как-то такой цепляющий, интересный, за этим все интересно наблюдать. Есть достаточное количество забавляющих ситуаций, каких-то волнительных ситуаций, язык интересный, чем-то вот отзывается мне Пратчетт. Я не знаю, возможно, это у них какой-то такой специфик их английского юмора, английского мышления, но вот что-то такое тонкое, общее между Дианой и Джонсом и Тарья Пратчетт там есть. Отличная книжка, я не знаю, насколько она детская, я бы не сказала, что она детская, подростковой, я думаю, хорошо, и взрослым наверняка тоже хорошо. Не знаю, как вам, но мне точно. Я рада, что когда-то ее купила и приятно было к ней вернуться. Еще одна история, состоящая из трех повестей, написана Людмилой Астаховой. Я ее брала к пункту мифология, но эти истории отлично вписываются и в категорию городского фэнтези. Это не назовешь циклом, потому что это три повести, да, скорее три повести. Объединены они одним персонажем. Главной героиней всех трех повестей по имени Ямадарин. Сиротка, наследница гангстерского клана, маг. Ямадарин центральный персонаж всех трех повестей. Шесть дней Ямадарин, шесть мужчин Ямадарин и шестьдесят часов Ямадарин. История детективная, включает в себя кучу персонажей, кучу элементов из азиатской мифологии и при этом все это очень органично вписано в формат большого мегаполиса. Есть разные гангстерские кланы и отношения между ними Ямадарин, которая, она не маг в прямом смысле слова, то есть она не как бы продуцирует что ли какое-то колдовство, не совершает какие-то магические действия, но она может видеть вот этих инфернальных существ. В миру, так сказать, в обычной жизни она занимается вполне себе легальным бизнесом. У нее есть большая какая-то фирма по производству, по продаже игровых автоматов. Естественно, все это включено в бухгалтерию и мафиозного клана и, являясь наследницей, она участвует в собраниях этого самого клана, хотя и очень не любит. Она, с одной стороны, такая чувствительная девушка, имеющая ряд, в общем-то, психологических проблем и тревог, и, кстати, посещающая психоаналитика где-то там за кадром, при этом она вполне себе выдерживает и такой циничный уровень, то есть общаться и с дяденькой и с окладниками она тоже умеет и вполне себе успешно руководит своей вот этой конторой, своей фирмой. У нее есть своя секретарша, очень эффективная, очень стильная, очень такая тоже суровая дамочка, умеющая построить все собрание. У нее есть главный бухгалтер по просьбищу Жмот, который больше всего в жизни любит считать деньги, проверять свои счета и еще немножко любит свое дорогое начальство. О чем это само начальство, я очень-то догадывается. Есть у нее начальник личной охраны, тоже такой приданный товарищ, который как-то участвует в происходящих, по крайней мере, тех вещей, которые он может контролировать. Есть человек по просьбищу красавчик Тан, который когда-то забрал ринг из сиротского приюта и ему же было поручено присматривать за девочкой. Дяде было как-то удивительно все равно и девочка много времени проводила в квартире этого самого красавчика, довольно жестко была научена им экономить и не делиться своими деньгами, то есть вот как-то обращаться с финансами. При этом это был единственный человек, который искренне о ней заботился и продолжает заботиться, и тот, чье благополучие, в общем-то, тоже очень значимо для нее. То есть такой полумама, полупапа, полуродственник, который местами требует какой-то опеки, особенно в вопросах безудержности выпивки. Те на здоровых и таких просветленных личностей там попробуй найди, но и среда такая, в общем-то, гангстерский клан, и поэтому местами даже лексика такая малость суровая или же обсценная встречается. Что за шесть дней? В клане случается некоторое ЧП, умирает один из товарищей в верхушке этого самого клана, и призраком является Крин, требуя от нее помощи. Это одна проблема. Активизируются какие-то конкуренты, тоже непонятно, что происходит, непонятно, что хотят, но определенно проблемы. Потом еще баночка проблем случается, Ирин приходится с этим всем разбираться. На самом деле, несмотря на то, что эта история о гангстерах и о каких-то таких не самых трепетных существах, это еще и классический сюжет истории отношений, ну, прямо скажем, историю любви между девятихвостым лисом, Китсонэ, и принцессой. Роли принцессы, собственно, у нас наследница гангстерского клана. Девятихвостые лисы, в принципе, это очень много смыслов, каких-то значений имеют в азиатской мифологии. Где-то они такие помогающие существа, где-то очень хитрые, а где-то они страдающие, потому что есть ленда о том, что если девятихвостый лис или лисица полюбит простого человека, и этот самый простой человек вот этого лиса предаст, то последствия для лиса будут самые трагические. Кто тоже добавляет изюминку в повествование, ожидания, догадки, а потом уже какие-то переживания, связанные с личной жизнью, скажем так, нашей главной героиней. Кроме вышеобозначенных мужчин, есть еще парочка, кто-то конкурент, кто-то коллега, но и при этом тоже конкурент, есть полицейский, который тоже такой принципиальный товарищ, непростым анамнезом, но крепко держащийся за букву закона. И если все это представляете в таких корейско-китайских персонажах, то картинка тоже получается очень такая хорошенькая и красивая. А, забыла сказать, среди всех вот этих знакомцев, родственников, коллег и прочих мужчин вокруг Рин, есть еще и камень. Я не уверена, что я в полной мере представляю о том, кто это, но насколько я понимаю, это что-то вроде воплощения, такого посмертного воплощения человека между людьми и между богами, то есть это высшее, скажем так, чем человек, но еще и не божественное создание, которое может воплощаться, ну, в зависимости от своей силы может воплощаться в человеческую форму, но при этом являясь все-таки представителем мира горнего. Так вот, камень, которая живет в доме Рин, необычайной прекрасности, как в плане своих нарядах, так и черт лица и прочего организма, и при этом абсолютно сквернословное такое существо с очень-очень специфической лексикой и пристрастиями, как-то алкоголь, фильмы для взрослых и всякое такое прочее. При этом за всем вот этим фасадом, плюс всем его коварством и прошлым в качестве великого стратега и очень неприятной личности, все-таки какие-то приятные, что ли, черты есть. При этом он может и какие-то хорошие поступки, какие-то такие приятные тоже делать. В общем, очень колоритный персонаж, и встречаться на страницах книжки по крайней мере с ним интересно. В общем, в трех достаточно коротких текстах, законченных, как-то простроенных, Астахова умудрилась заложить несколько историй, как детективных, так и романтическую, такую очень нежную, трогательную, нести какой-то азиатский колорит, выстроить историю в рамках заявленной мифологии. В среду мегаполиса она внесла, она как-то органично вплела как духов, так и каких-то демонических сущностей, так и тех же камень, девятихвостого лиса, всяких гадальщиков, ну, то есть реальных, эффективных. Вот куча персонажей, куча существ в рамках азиатской мифологии очень органично вплелись вот в эту атмосферу мегаполиса и в самую такую простую гангстерскую среду. Главная героиня Ямадарин раскрывается перед нами как персонаж и с разных своих сторон. Есть куча куча персонажей через отношения с ней, отношения к ней, какие-то отношения между собой, какие-то действия тоже раскрывающиеся для нас. В общем-то, не так уж много текста, но, наверное, может быть, на роман, если три повести сложить, на такой, на небольшой. Тем не менее, при своей какой-то законченности они насыщены и о многом нам повествуют. Хорошие истории, крепкий текст, интересно написано, увлекательно, с достаточной долей лиричности, несмотря на некоторую грубоватость текстов, диалогов между определенными персонажами и всяким таким. Есть какие-то забавные сцены, очень приятно, очень увлекательно и очень хорошо. Я надеюсь, что про Ямаду Рин мы еще услышим и будет хотя бы одна, а то еще парочку историй об этом персонаже и о тех, кто ее окружает. Вот такая первая отчетная подборка по марафону у меня получилась. Мне кажется, довольно неплохо я двигаюсь. Шесть историй разной степени крупности, каждый из которых в общем-то неплохо и интересно по-своему. Надеюсь, остальные книги, которые успею охватить в рамках марафонов, будут прочитаны с приятностью. Вряд ли я за август прочту все, но что-то и, надеюсь, достаточно много из оставшихся книг и повестей я так и прочту и, безусловно, вам об этом расскажу. У меня сегодня все. Спасибо всем, кто досмотрел. Спасибо всем, кто приходит, подписывается, ставит лайки и пишет комментарии. Не только поддержка канала, но и моего энтузиазма. Приятно получать обратную связь от вас. Так что не стесняйтесь, пишите. У меня же на сегодня все. До новых встреч на канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok